Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик», где сегодня пройдет матч четвертого тура МЛБ 1-й лиги сезона 24-25. И в этом матче «Нефтехимик» примет «Ротор» впервые за достаточно долгое время, учитывая двухлетнее отсутствие «Ротора» в лучшей лиге мира. И сегодня мы посмотрим за матчем между двумя командами, которые обеспечили своим болельщикам на стартовых трех турах самые настоящие американские или русские горки, кому как привычнее. С большим интересом посмотрим за тем, как и нижнекамцы прежде всего, но и волгоградцы тоже с точки зрения, прежде всего, наверное, качества игры в поединке с «Арсеналом» сегодня будут замаливать грехи перед своими болельщиками. Все-таки во втором тайме Тюмень очень серьезные проблемы «Нефтехимику» оказала. Ну а Уфу удалось обыграть прежде всего благодаря реализации большинства. И у нас первая опасная атака от нижнекамцев. Прострел в касание удары. 1-0 на третьей минуте открывает счет Султан Джамилов. И обращаю ваше внимание, уважаемая публика, насколько же подобные комбинации, которые приводят к голам «Нефтехимика» в текущем сезоне, смотрится просто. А если пытаться уже анализировать причины, по которым этот гол состоялся, я думаю, что они прежде всего кроются в отсутствии взаимопонимания сыгранности. И вообще стабилен с точки зрения забитых мячей и отданных в передачу Джамилов. Угловой опасно мечется мяч! И успел нырнуть вправо от себя уголочек Никита Чегров. Еще и поднят был флажок помощника Веры Опейкиной. Вот и Джамилов, и его родная, в общем-то, позиция передачи в глубину. Родин! Примерно так же ласково, деликатно, как и пробил Евгений Булатов. Справа, между прочим, оказывается Максим. Очень здорово! Саид Алиев! Алиев! Острый угол! Алиев! Градусы два было, да? Интересно, а как мяч летел? Джамилов недоволен, видимо, ждал передачу. Травмирован Иван Пяткин, травмирован Павел Котов. Нет сегодня Кирилла Донцова, Юрия Завезена, к слову. Но чуть позже об этом зацепились за мяч хозяева. Левее передача, опасно короткая в центр. Удар с ликошетами сопряженный и чудом избежали фундаментальных проблем в Волгоградце. Избежали пропущенного мяча, хотя, признаться честно, в момент одной из последних передач при развитии этой атаки подчинилась блокировочка. Тут еще, возможно, подталкивал Шумских в спину Магомедов. Петров хорошо летит, кстати, и успевает дотянуться до мяча в полушпагате. На шесть и Чигрова мяч в створ не полетел. Пас от флажка был очень неплохим. Да, это был Донил Родин. Подача! Слово о суете, о безопасности, о порядке, о контроле. Расстройство Дениса Бояринцева мне более чем понятно, поскольку говорил про неудавшиеся, но очень опасные стандарты. Жамилов резкости не хватает, еще и помощь недавно оказывали, но прострел он организовал. Попытка удара пяткой добивания удерживает команду в игре Никита Чигров. Ай, как хотелось порадовать чистым футбольным искусством публику Максима Петрова. Это нападающий, тоже довольно широкого спектра. Подвижный, с ударом и хорошей передачей. Ошибка в центре поля от нефтехимика. Перевод налево. Опасная ситуация. Тюрин, пауза, затягивается. Избыточно дальний удар. Перекладина. Спасительно звенит. Все ли еще в этой атаке? Пытаются выйти на удар бонусный. Волгоградцы. Так опасно еще не было. За всего 76 минут. Нет, минуту все-таки команды переиграли. Финальный свисток выдает Вера Опейкина. Практичный, основательный, достаточно надежный матч. От команды Кирилла Новикова. Желтая карточка еще долетит до, кажется, Вали Ахметова. Но это все уже для протокола.